Китайских машин в нашей стране становится все больше. Вот подоспела еще одна новинка от Dunfen Motor. DFM S30. Внешне этот седан производит довольно приятное впечатление. Дизайн интересный и запоминающийся. Владельцу краснеть точно не придется. Стоит он 579 тысяч рублей. Комплектация достойная. В соперниках у него Lefant Solano, Brilliance H530, Jilly M. Grand. Еще недавно в салонах машин из Поднебесной стоял стойкий химический запах. Теперь этого нет. Китайцы быстро учатся. Дизайн интерьера также производит приятные впечатления. Особенно стильно смотрятся мультифункциональный руль и панель приборов с утопленными в отдельные колодцы шкалами. Центральная консоль тоже ничего. Но вот волнообразная надстройка над ней кажется лишней. Без нее было бы лучше. В остальном по части оснащения нареканий нет. Тут тебе и мультимедийная система с протоколом Bluetooth. Цветной сенсорный дисплей и камера заднего вида, и круиз-контроль, и маршрутный компьютер. Отдельное спасибо за четыре подушки безопасности, которые входят в базовую комплектацию. К сожалению, возможности выбора двигателей нет. В любом случае, это будет бензиновый агрегат рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 117 лошадиных сил. Зато можно выбрать механику или автомат. Мотор отличается низким уровнем шумов и вибраций. Динамика средняя. Производитель не приводит точных данных по разгону, но по ощущениям на ускорение до сотни уходит примерно секунд 12-13. Наш автомобиль в комплектации лакшери, поэтому оборудован автоматической коробкой Айсен. Несмотря на привычную четырехступенчатую схему, работает она неплохо. Передачи меняет плавно и своевременно. Отличная управляемость. Вот чем удивляет Дунфен. Рулится он так, что начинаешь сомневаться. Это точно китайский автомобиль? Вопрос этот возник не на пустом месте. Оказывается, над доводкой ходовых качеств трудились немецкие специалисты. Они-то и привили китайскому седану благородные повадки. Дорожный просвет достойный 15 сантиметров. А значит, на наших направлениях водитель DFM S30 может чувствовать себя вполне уверенным. В очередной раз убеждаю, что китайские машины вышли на новый вполне приличный уровень. Жаль, только цена на них уже отнюдь не демпинговая.